Доброе утро! Ставропольский край в студии Вадима Скаленко и в эфире новости на своем начале выпуска. Коротко о главном к этому часу. С 1 июня на Ставрополье владельцы вот таких вот удостоверений получают специальные выплаты. Какие? Смотрите в сюжете сегодня в 19.30 по каналу Своё ТВ. Даже несмотря на жару мужчины в рубашках, а дамы в вечерних нарядах. И, конечно, красная ковровая дорожка. В Железноводске прошла церемония закрытия международного кинофестиваля Герои Время. Кира Рогожина с подробностями. В тяжелых доспехах под солнцепеком. Как 15 век вернулся на Ставрополье. С начала лета стартовали выплаты детям войны. Эти люди очень рано и почти мгновенно повзрослели. С начала года специально для них в крае принят закон о статусе детей войны. Теперь с 1 июня ежегодно Ставропольцы, попадающие под эту категорию, вправе рассчитывать на финансовую помощь. Как они сами относятся к своему новому статусу, узнавала Ирина Ивановская. 9 мая 1945-го Советский Союз праздновал День Победы. А всего двумя днями ранее Алла Илларионовна отметила свой 11-й день рождения. Счастливого детства с игрушками и друзьями у нее не было. Наши игрушки были такие. Мы ходили в лес, дрова носили на плече, мама носила. И мы носили тяжело. Казалось, немножко она нас, а они все равно. Война прошла по миллионам юных судеб. Слова «дети войны» для нее потому и имеют глубокий смысл и еще более тяжелое содержание. В начале года пенсионерка одной из первых в Ставрополе получила удостоверение, которое подтверждает ее статус. Здесь написано, что я дитя войны. Во-вторых, я по этому удостоверению медицинские льготы имею. В-третьих, я материальную поддержку, если бы у меня его не было, я бы и не имела эту единовременную поддержку. А также я и 5 тысяч для меня много, значит. Поэтому для меня это удостоверение, это моя гордость. Это то, за что мы боролись 12 лет. Обещанную выплату получит уже на днях с приходом почтальона. Я никуда бегать не буду. Понимаете? Мне пенсию приносят на дом. Уже наши люди, члены нашей организации получили. Например, тем, кому второго дозначается и на дом приносят, они уже получили выплату. Под категорию детей войны в крае сейчас попадают примерно 160 тысяч ставропольцев. Свои удостоверения получили уже около 145 тысяч из них. В этом году тем, кто до 3 сентября 1945-го не достиг совершеннолетия, выплатят по 5 тысяч рублей. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 800 миллионов рублей. Для удобства положенную выплату доставят одним из двух способов. Получателям, которые получат эту выплату через кредитные организации, деньги перечислены 31 мая. Это 75 тысяч 38 человек. Также деньги перечислены и отделением Почты России, которые будут заниматься доставкой выплат людям, которые получают пенсии через Почту России. Впрочем, в хорошем деле не обошлось без ложки дегтя. На встрече с детьми войны губернатор рассказал, что к нему продолжают обращаться ставропольцы, к которым отказали в выплате. Мол, они уже получают другую соцподдержку. Этот вопрос, подчеркнул губернатор, решается однозначно. Я 10 раз говорил, что мы не привязываем выплаты детям войны ни к каким социальным выплатам. Мы не делаем их в зависимости от чего-то. Это просто. Если человек признан ребенком войны Ставропольского края, то он в любом случае получал, а льготы не получал. Но вот такие ошибки иногда бывают. И тут нас надо всех поправлять. И поблагодарил ставропольцев за неравнодушие к решениям и даже критическую оценку действий власти края. Кстати, до 20 июня положенную выплату должны получить все, подтвердил краевый министр труда и соцзащиты. В противном случае нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, где решат эту проблему. Туда же следует и подавать документы тем, кто еще не получил удостоверение. Кстати, в будущем году губернатор пообещал найти возможность увеличить размер выплаты. А на встрече губернатора края со Ставропольскими детьми войны побывали Ирина Ивановская и Николай Попов. Ставропольское телевидение. Ставропольский край примет участие в чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеров. От Ставрополя на соревнования в Киров отправятся два знатока современной техники из Петровского района. В программу чемпионата войдут соревнования на смартфонах, а также задания, связанные с работой в поисковых системах. Еще больше новостей края в нашем обзоре. В Буденовске обновят парк имени борцов революции. Проект по его благоустройству победил на всероссийском конкурсе лучших практик создания комфортной городской среды. Согласно планам, в парке создадут игровые и спортивные зоны, сухой фонтан, автогородок с пунктом проката, площадки, где собаководы смогут выгуливать питомцев. Также в парке заменят скамейки, урны и фонари. В селе Дмитриевском Красногвардейского района отремонтировали полтора километра дороги. Дорожное полотно по улицам Галь и Комсомольской привели в порядок за счет краевой субсидии. На этих улицах живет около 450 человек, почти половина всех селян. Кроме того, эти улицы – главные транспортные магистрали села. По ним ездят в магазины, аптеки, участковую больницу, школу и детский сад. Покрытие на этих улицах было изношено практически на 90%. А на улице Космонавтов в Ставрополе построят трехкилометровую велодорожку. Место для строительства будущей велосипедной трассы выбрано не случайно. Обустроить ее вдоль лесного массива предложили представители городского велосообщества. С ними обсудили и покрытие дорожки. Оно будет асфальтовое. Рабочие уже заливают бетон, устанавливают бордюры и готовят основание. Закончить все работы планируют 1 июля. Баянист-самородок из Железноводска попал в симфонический оркестр Госфилармонии. Александр Макогонов освоил уникальный инструмент – пятерядный баян, с которым победил на музыкальном конкурсе. Что позволило 14-летнему юноше на один концерт стать солистом симфонического оркестра Государственной филармонии. Вместе они исполнили произведение Вячеслава Черникова «Воронежский ковбой». Больше 80 тысяч зрителей. Несколько километров красной ковровой дорожки. Десятки звезд российского и мирового кинематографа, которые пообщались с публикой и дали мастер-классы. Так в цифрах выглядит международный кинофестиваль «Герои время». Накануне в Железноводске прошло торжественное закрытие. Кира Рогожина узнала имена победителей, а также выяснила, кто же он – герой нашего времени. И снова перед Железноводским ДК красная ковровая дорожка. До церемонии закрытия остаются считанные минуты. В зал торопятся последние гости. Вот спешит легендарный Барри Алибасов. Звезда в сопровождении спутниц заходит внутрь. А вот участница фестиваля, режиссер из Нигерии Эмма Мадивиефе Эдозио даже успевает сделать селфи на дорожке. В числе почетных гостей церемонии – герой поколения нулевых, актер театра и кино Дмитрий Дюжев. Я невероятно благодарен команде, которая создала этот кинофестиваль, потому что действительно на сегодняшний день герой – это просто добрый культурный человек. Я счастлив от того, что зрители интересуются кино авторским взглядом, самым честным кино, которое может быть. Потому что это люди с честным высказыванием того, что они видят и что они от этого чувствуют. В церемонии закрытия принял участие губернатор края Владимир Владимиров. В приветственном слове он подчеркнул, что на Ставрополье живут наши любимые герои. И герой нашего времени – это человек, который любит людей, созидает для них. За конкурсные дни зрители и жюри увидели 12 игровых и 12 документальных фильмов о тех, кого можно назвать героем современности. Это также размышления о времени и обстоятельствах, которые их создают. Ленты пришлись по вкусу жителям и гостям гордо курорта, отмечает глава Железноводска Евгений Моисей. О фестивальных фильмах говорят везде – и на работе, и в магазинах. И вот когда фильм заставляет вас задать себе этот вопрос, найти смелость, найти на него, ответить на него, и потом это реализовать в жизни, это, наверное, самое величайшее. Вот я чувствую, я уверен, и наши жители об этом говорят, что нам, всем фестивальщикам, команде фестиваля, это удалось. Это самое большое достижение. Ввела церемонию награждения теле- и радиоведущая Тутта Ларсен. И вот самый ответственный момент объявления победителей. Их определяли в нескольких номинациях. Среди игровых фильмов гран-при присужден ленте свидетельства израильского режиссера Амихая Гринберга. Лучшим неигровым фильмом признана лента «Жизнь с бактериями». На самом деле, фильм снимаешь год-полтора, а вот этих минут, когда ты видишь зрителя, их очень мало. А снимаешь это ради зрителя, и когда получаешь награду, это прям очень-очень радостно. И поздравление всем моим коллегам, которые участвовали в конкурсе, и желаю им в других фестивалях тоже победить и это все испытать. Все конкурсные ленты отсмотрены, награды розданы, мастер-классы пройдены. В Железноводске закрылся международный кинофестиваль «Герои время». Между тем, далеко убирать красную ковровую дорожку организаторы пока не планируют. Идет разговор о том, что фестиваль станет традиционным и ежегодным. Ну а вместе с жителями и гостями города-курорта этому порадовались Кира Рогожина и Александр Колодко. Ставропольское телевидение. Железноводск. А вот актеры, которые предпочитают играть в эпоху Средневековья, собрались все в том же Железноводске, но в чистом поле. На импровизированных ресталищах прошел масштабный фестиваль средневековых боев «Железное сердце». Здесь были и пешие бои, и поединки всадников. Наша съемочная группа с деталями. Здесь все по-настоящему. Пыль, столбом, звон, мечей, треск доспехов и щитов. А еще невероятная выносливость и воля к победе. На этой площадке проходят так называемые пешие бои. Участники бьются командами по несколько человек. Задачи в зависимости от раунда разные. То защитить замок, то прорваться со своим флагом в стан врага и захватить территорию. Поначалу бывают такие моменты, когда ты хочешь сдаться, иногда даже можешь сдаться, но когда самые моменты, ну как сказать, у тебя собираешься внутренним духом и рвешься к победе. И вот это, ну вот это то, что закаляется в мужчинах, как по мне. Действительно, выносливости бойцов можно позавидовать. Мало того, что они бьются в полной амуниции, а это, к слову, как минимум плюс 15-20 килограммов, да еще и оружие. Под санцепеком, так еще и в полную силу. Недаром рыцарские турниры называют спортом. Это те же смешанные единоборства, полнократный бой, да еще и с доп нагрузкой. Каждый боец выбирает себе какой-то свой вариант тренировки. То есть кто-то, например, прибегает больше к кроссовиду, кто-то, например, больше какие-то силовые упражнения. То есть здесь какого-то одного прям вот такого направления нет. То есть главное быть готовым. Самая зрелищная часть турнира – сражения всадников. Они проходят по всем канонам Средневековья. Задача минимум – сломать об оппонента копье. Максимум – выбить из седла. В миру работник агентства праздников. Здесь опытный спортсмен, титулованный рыцарь. Юрий Богунов был фаворитом первого дня соревнований. Но к финалу что-то пошло не так. Буквально шага не хватило. До победы. Первый день я получил травму. То есть у меня старая всплыла. При падении седла нога немножко в стремени зацепилась. И я снова дернул колено. У меня там месяцев в августе того года, ну месяцев 9 назад, была травма связки. И она опять немножко дернулась. Для гостей фестиваля развернули ремесленные мастерские и ярмарки. Здесь, например, средневековый бутик доспехов. Кует их кузнец из Пятигорска Владимир Бражников. Вот гордость коллекции. Немецкие латы 16-17 века. Едешь на металлобазу, берешь листовую сталь, домой привозишь, делаешь раскрои из бумаги, лекала, вырезаешь, ошибаешься, перерезаешь. А еще все желающие могли сами представить себя рыцарями и научиться владеть настоящим средневековым оружием. Как это делать? Как его держать? Я не знаю, удержите одну руку, не удержите, попробуем. Ударная часть у нас вот здесь. Здесь весь центр тяжести. Все очень просто. Самый простой удар. Били когда-нибудь молотком по гвоздю. Да. То же самое. Расправляем руку, получаем удар. Пробуем. За рукояточку. Ну давайте двумя. От плеча? Ну вот у вас, подойдите чуть ближе, у вас распрямляются руки, и у вас получается удар. Робим. Теперь голову в манекену. Сверху. Прекрасно. За несколько дней фестиваль посетили сотни гостей. Интересно очень, да. Мне очень понравилось. Рыцарей с доспехами очень. Эти бои очень понравились. Так необычно. Развлекательная программа. А как же, людей надо же когда завлекать. Туристов завлекать. Посмотреть зрелищные поединки приехал и губернатор края Владимир Владимиров. Он отметил, что событийный туризм в регионе развивается. И это способствует росту турпотока. В том числе на Кавказских минеральных водах. Вот этот турнир. Это же невозможно увидеть. Нигде, кроме у нас на Ставрополе. Вчера Йова пела. Сзади нас в Железноводский фестиваль идет. Только что верверки закончились. И я думаю, что вот этими большими событиями мы будем привлекать, привлекать к себе людей. И менять имидж края. Всего, чтобы воссоздать атмосферу и быт 15 века, в Железноводск приехали порядка 200 реконструкторов со всей страны и ближнего зарубежья. Они помогли подобрать орудия, костюмы и сами поучаствовали в мероприятиях. Окунулись в Средневековье. Кира Рогожина, Анна Крецкая, Александр Колодко. Ставропольское телевидение. Ну, такие новости у нас к этой минуте. Больше, как обычно, на нашем сайте. СТВ24.ТВ. До встречи в эфирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова